МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа Культ Просвет. Напоминаю, мы открыли в прошлый раз, неделю назад, седьмой сезон. Мы продолжаем нашу дискуссию и поиски общего культурного пространства, которое, конечно же, необходимо нам для того, чтобы существовать как единое общество, в котором отнюдь не обязательно иметь одно и то же правильное мнение, а именно разнообразие и многоголосие важно для того, чтобы мы могли обогатить друг друга. И одним из традиционных средств обогащения культурного пространства, а также критики, критической мысли в Латвии, в латвийской истории, является театр. Позднее, в 60-е годы, конечно, в период оттепи лета было и кино, но театр до сих пор продолжает говорить о тех темах, о которых, может быть, не решаются упоминать наши политики. Те, кто, по сути дела, создают и политический дискурс, и во многом влияют на наше собственное восприятие и сознание. Поэтому сегодня в рамках «Культ просвета» у нас гости, актриса, режиссер, обладательница множества театральных премий Инара Слуцкая. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли сегодня время. Время за несколько часов до премьеры вашей новой постановки, пьесы «Предательство». Но сегодня я, может быть, хотел бы вернуться на мгновение к вашей предыдущей работе, к постановке пьесы «Оси Волошиной. Мама». С самим автором пьесы мы уже встречались в эфире и говорили на темы, которые, конечно же, связывают сюжет пьесы и постановку с актуальными событиями в постсоветском пространстве. Это и тема памяти, тема конфликтов, тема, связанная, допустим, с аннексией Крыма. Это тема желания вернуться в прошлое. Одна из бабушек, условно говоря. Это и тема одиночества, которая пропитывает, по моему мнению, эту пьесу. И, кажется, героиня буквально тонет в этом одиночестве. И одна из форм – это невозможность кому-то высказать свою печаль. Она каким-то образом ферментируется внутри. Но это мое мнение зрителя и читателя пьесы. Уважаемые радиослушатели, ваше мнение также важно, поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. А также посылайте свои размышления, информацию и комментарии на WhatsApp и SMS по телефону 2061-91. Евгений Копеин, мой коллега сегодня за пультом и помогает нам обеспечивать техническую сторону нашего эфира. Инара, скажите, пожалуйста, когда я сегодня, готовясь к передаче, заглянул на сайт Национального театра и посмотрел вашу творческую биографию, то те, кто создавали текст о вас, я не знаю, кто это был, упоминали несколько раз, что как актриса и как режиссер вы в своих работах соединяете опыт работы в кино, условно говоря, перед камерой, и опыт работы в театре перед публикой, которая, конечно же, для каждого режиссера и актера тоже является дополнительным зеркалом. Скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы себя, находящейся в постоянной зеркальной галерее? Вот кто создает для вас, как для актрисы и для режиссера, вот это зеркальное пространство, где вы отображаете себя, свои мысли, свои работы? Ну, зеркальное пространство в первую очередь создаю я сама. Я думаю, что это не значит, что я какие-то свои травматические, ну, какие-то что-то, что со мной случилось, хочу как бы делиться. Но, естественно, конечно, те проблемы, о которых меня волнует, о которых я думаю постоянно с проблемами или с эмоциями, с которыми я сталкиваюсь или столкнулась, я хочу как бы отражать зеркально, чтобы это увидели, и поговорить, ну, каким-то образом, что это был бы диалог с зрителем. То, что я кинош, ну, то, что кино, ну, да, такая некая бирка у меня приклиплена. Кино, наверное, это было из первого спектакля, который действительно один из первых, цитируя прошедшее время, где я работала с нуар, кино, и там действительно было и кино, и театр. Ну, да, наверное, какая-то эстетика, потому что, конечно, я снималась гораздо больше до того, ну, как бы очень много снималась, и это, конечно, ставило какое-то влияние. Может быть, мы могли бы немного углубиться в эту тему и пояснить нашим радиослушателям, которые, уверен, следят и за творческой деятельностью, за вашими постановками, что значит оставить какое-то, скажем, впечатление или, может быть, сформировать вас. Вы много снимались. Что именно привнесено от съемок в ваши постановки и на сцену? Если бы мы могли, ну, коротко. Ну, как, в кино очень важна внутренность актерской работы. Это без этого кино просто не состоится. И, значит, из этого у меня как бы был, как бы увеличен интерес к процессам внутренним, то, что происходит с человеком. И недаром во всех, ну, я так думаю, во всех моих постановках мне очень важен живой актер и то, что вживую происходит в этот момент с человеком. И я, наверное, умею вот таким образом передавать то. Потому что есть... Это не значит, что я... Мне очень интересно спектакль, который работает больше формой, который можно даже... Актер как бы состоит только одна часть из формы. Но мне очень важен человек и то, что с ним происходит в этом случае, а с актером. Ну, тогда получается, что каждый новый спектакль, когда открывается занамес, это что-то неповторимое, что-то, что в предыдущий раз уже исчезло навсегда. Ну, как вы думаете, я не поняла? Ну, допустим, если внутреннее переживание человека на сцене, это всегда ведь и внутреннее переживание актера, который несет в себе этот образ. И таким образом получается, что и уникальность актера для вас важна в том, что он не повторяется, допустим, в следующий раз. Он может... Как вы существуете как режиссер с ощущением, что это навсегда исчезнет? До следующего спектакля человек будет совсем другой. Да, он может быть другим, но недаром есть, ну, выстроен какой-то... Ну, какая-то линия, какой-то алгоритм, которые данные обстоятельства или что-то, но я буду в этот день немножко другой. И не делать абсолютно то, что я делала вчера. Всё равно я знаю, что о чём, куда мне пойти, как мне пойти, но и от какого пункта прийти к другому. Я знаю, со какой скоростью я должна это сделать. Но, может быть, я передышку сделаю чуть-чуть раньше или позже, но вот мне очень интересен как раз процесс, когда вживую каждый спектакль как бы состоится здесь, сейчас и в этот момент. Я знаю, что можно, например, Богомолова, он считает, что это, ну, как бы повторение, это уже ложь в самом начале, что не надо это делать. Но он делает то же самое. Он как бы в этот день, он тоже сотый раз, он, ну, как бы мы вспоминаем, как мы раньше делали. Это всё равно, но то же самое. Актёр должен переходить и делать как бы не одно и то же, но и одно и то же одновременно. А как бы Вы определили воспоминания в театральном процессе? Ведь воспоминания, считают, по крайней мере, учёные, это всегда фрагменты, это всегда ощущение потери каких-то, может быть, даже это некоторая археология получается. Ведь никогда не будет полной вазы, там всегда будут какие-то трещины. Ну да, я думаю, что об этом я очень, ну, я думала, когда поставила маму сейчас, потому что это всё-таки моноспектакль, и мне почему-то очень важно было увидеть ещё этих людей. Я визуалист, по сути, так я воспринимаю мир. И мои воспоминания, они яркие, и они всегда очень эмоциональны. Мои воспоминания столько связаны с умом, сколько с эмоциональным воспоминаниями. Они очень яркие. И вот как бы я старалась какие-то свои ощущения в этом спектакле, как бы, ну вот эти воспоминания, как бы оживить. Вот, может быть, так можно это сказать. Вы упомянули, что ваши воспоминания всегда эмоционально очень ярко окрашены. Я вспоминаю, в свою очередь, реплику, или, скажем, фрагмент из Арии и Марии Антуанетты, из современной оперы Коррелиано, где Мария Антуанетта вспоминает свои последние мгновения жизни, и в Арии просит Бога помочь ей забыть. Скажите, забвение, как вы создаёте пространство, где вы можете что-то забыть для того, чтобы, может быть, спасти себя от кризиса, от того, чтобы остаться на поверхности, чтобы сохранить равновесие, чтобы мочь работать с очень тяжёлыми темами, потому что тема мамы наполнена болью, весь текст болит. Наверное, я отношусь к тем людям, которые силой забыть невозможно. Если я буду это делать, оно останется где-то здесь, и не будет материал переработан. Наверное, надо как-то с этим, ну, настолько говорить, переговорить, или какое-то согласие с происшедшим, которое было. надо найти самой себе к этому, ну, то, что со мной было где-то когда-то, или вот когда я работаю с этим материалом. Я думаю, что если мы можем это как-то в процессе, потому что очень много мы вспоминаем, говорим, это тоже некая переработка происходит, мы вербализуем это всё, и я думаю, что это один из способов, ну, как бы это переработать. А если мы немножко на мгновение отойдём от конкретной темы постановки, к которой мы обязательно вернёмся, и поговорим о более, скажем, общественных процессах, как вам кажется, мы в Латвии, латвийское общество, как мы работаем с травматическим, трагическим опытом 20-го столетия, я имею в виду 40-й год, период оккупации, депортации, и огромное количество травм и жертв, которые всегда будут цифрами, но за каждой из этих цифр стоит трагедия одного конкретного человека, или одной семьи. Причём долгие годы об этом нельзя было даже говорить. Вы упоминали о том, что один из выходов из пространства боли, это говорить с самим собой и с другими. Как вам кажется, как бы вы оценили нашу способность справиться с травмой и ужасом 20-го столетия? Я думаю, что мы, что весь, ну, что, чем раньше, мы как-то, мы, нас очень долгое время, человек советского времени, учили, что есть темы, о которых не надо говорить, нам надо это понять, и вообще замолчать, ну, молчать. И я, конечно, думаю, что они рано или поздно всё равно выскакивают, они никуда не денутся, пока мы с этим не разберёмся. И мы как-то пытаемся это сделать, но как-то не все... Я думаю, что в какой-то, ну, степени это, ну, иногда очень поверхностно происходит, потому что то, что у нас очень сложная история, и об этом надо ещё, ну, как бы, говорить. Ну, поскольку советское, ну, как бы, моё поколение и то, что учили, что говорить не надо, лучше молчать, это психологически, в семье, это в обществе, это везде, лучше промолчи, лучше не скажи, лучше, а то услышит, а то скажет, а то ещё. Я думаю, что это в некотором смысле это и есть вот это, ну, как бы, то, что сейчас происходит. Если я ответила на вопрос. Да, несомненно, но у меня есть ещё один вопрос в продолжение. Вам самой, если вы упоминали, допустим, ситуацию в семье, где наверняка в множестве семей приходилось молчать о каком-то опыте, как вам кажется, каким образом вам самой приходилось учиться говорить? У меня очень, у меня как раз та семья, в которой мой отец был выслан в Сибири у 18 лет, а мама была партийным работником. И это была очень сложная ситуация, потому что я снимала свой галстук, я, когда подходила к дому, снимала свой галстук, потому что папа не должен был это видеть, и мама это одобряла, но тем не менее, она вот так, я помню в детстве единственные ссоры, которые я помню, мама и папа были о политике, и притом мой папа ругал не русских, а коммунистов. Да, что большая разница. Что большая разница, потому что у папы были очень много русских друзей, и мама в то время работала, она была директором хлебопродуктного комбината, там вообще русских очень много было, поэтому я с детства владею русским, мы жили там все, и мы, я же Инара Слуцкая, моя мама, Франциска Францевана Ермолаева, Малаева, так что у меня одна часть русская, другая часть латышей, поэтому я всегда очень чувствительно отношусь к этой проблеме, будучи как бы латышкой. Научили вас родители говорить? Нет. Нет? Нет, это просто как-то произошло само собой. Но вы наблюдали за их политическими ссорами? Да, конечно, но я помню, что эти были ссоры, и я знаю, что из-за этого мне папа боялся что-то рассказывать. Одно, что он, только я помню из всего, что он, когда в Омск его отправили, он говорил, что их спасли те русские, которые там жили, потому что они отдавали там какие-то свои отброски еды, иначе бы они не выжили. Так что у меня очень сложное к этому, ну, и он боялся мне что-либо рассказывать. А как вам кажется, по каким причинам? Для того, чтобы не отравлять ваше сознание, чтобы не появилась ненависть? Да, я думаю, что он боялся, потому что он боялся. Если это вдруг повторится, он боялся, чтобы мы, по крайней мере, ничего не знали. Да, я думала, что это было боязнь. А позднее вам, у вас была возможность а с мамой вам удавалось говорить на тему советского прошла? С мамой мы говорили, конечно, с мамой говорили, и там с мамой тоже было очень... Она потом, ну, как бы... Она тоже какое-то... Было... Я думаю, что ей было довольно трудно, когда все это рушилось, но мама моя была из очень бедной семьи, очень бедной, и она верила тому, что она делала. И потом, когда это начало рушиться, все, я думаю, было непросто. Совсем недавно на экранах появился документальный фильм, где автором сценария была Рита Рудовша, которая рассказывала о советском или постсоветском человеке, хомо советикус. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, в латвийском обществе еще много постсоветского? Мы еще не изжили что-то? А это вам бросается в глаза? Это где? В быту, в политике, в СМИ? Я думаю, везде. Везде? Может быть, есть какой-то яркий пример? Но сейчас то, что меня радует, поскольку я вижу, что я это очень радует, что все-таки все, идет новое поколение, у которого этого нет. А нет риска, что новое поколение начнет говорить языком предыдущего? Не знаю. Я не могу приугадать. Приугадать, да. Приугадать. Но вы чувствуете, какую-то цезуру? Какой-то резкий слом? что, я, наверное, чувствую, что, ну, то поколение, они свободнее, они могут за себя постоять, они даже, может быть, чересчур требовательны иногда. К другим. Да, да, к другим, да. При этом мы как раз всегда были требованы сами к себе очень большую планку поставить, высокую. Но какое-то, я думаю, что мышление очень острое появилось, если, конечно, они, но есть тоже, которые интересуются и которые нет, но так всегда. Есть умный и есть не столь умный. Скажите, а вот подобные отличия поколения, о которых вы упомянули, они осложняют ваш процесс работы как режиссера? Ведь приходит новое поколение актеров. согласно, скажем, специфике ролей, это всегда будут люди разных поколений. Вы чувствуете, что это постоянная смена регистров? Нет. Нет. Я не чувствую, поскольку действительно я работала с актерами всех поколений. Нет, потому что там что-то другое, наверное, что-то другое. И мне очень важно, когда я работаю, найти контакт, доверие ко мне, и мне надо верить этому человеку, тогда он раскроется. Скажите, пожалуйста, а в самом начале, условно говоря, вашего перехода в новую ипостась, ипостась режиссера, какие были самые главные вызовы? Это было очень сложно. Это было... Потому что я... Почему вы решили стать режиссером тогда? Начнем, может быть, потому что я сказал, что я никогда этим не стану. Я сказал, что я никогда не буду режиссером и никогда не буду преподавателем. Я сейчас и то, и то. Никогда не говори, никогда. Но почему я стала? Потому что я просто... Когда у меня было за 30, я чувствовала, что я дурею от своей глупости. Просто у меня... Ну, как бы... Я выкладываю, работаю, снимаюсь, читаю, но у меня была нехватка чего-то. То есть вы все время отдаете себя и ничего не получаете? Да, а ничего я взамен. И мне хотелось все-таки учиться. И я думала, что я буду... Не ставить, но я думала, что я буду писать работу. То есть о том, как работа актера, потому что они все время должны быть в эмпатии со своим героем, как они влияют на их жизнь, их личную жизнь. Мне эта тема всегда была очень интересна. Притом, тема того, что я два месяца думаю, вот, как бы будет, если бы я туда шла, например, сделала или буду разводиться. И это два месяца. И я знаю, и это подсознание, как? Она же может вытворить потом, сделать как зеркало, о чем думаешь, оно выплеснет. Да. Ну, короче, я... И вот поэтому я начала учиться. И первое очень сложное было, что я все свои... Все то, что я буду ставить, конечно, играла. Не видела спектакль, а как актриса. И только через... Через время, когда ты уже смотришь на спектакль в общем, и не стараешься проигрывать, сперва видишь что-то, и потом только уже актер. Я читал в воспоминаниях многих актеров о том, что премьера, по их мнению, это всего лишь начало работы над спектаклем. Вы согласны с этим? Абсолютно. Абсолютно. Вчера у меня была последняя репетиция о спектакле. Мы как бы поставили... Мы такие столбики. Ну, такие столбики наметила. То есть строительство еще не началось? Не, ну, пока есть какое-то строительство, конечно, но оно будет еще, еще, еще. Хорошо, если мы поговорим, допустим, о жизненном цикле спектакля, сейчас, условно говоря, это эмбрион, да? Да. А вы как режиссер, как человек, вместе с актером, породивший на свет спектакль, вы чувствуете или предчувствуете смерть спектакля? Есть спектакли, которые, условно говоря, в вашем опыте, которые скончались, перестали существовать? Нет, просто сняли. Это техническая смерть? А вот, допустим, если бы, представьте, что вот знаменитая мышеловка «Гад и Кристи», 50 сезонов, или там еще что-то. Вы знакомы с финалом жизни спектакля? Есть какие-то предчувствия, когда что-то хорошо? Есть спектакли, которые, видимо, не успевают умереть естественной смерти, да, их снимают. А если бы это не произошло, как вам кажется, Я думаю, что... Я не помню, но у меня нет такого, ну, как бы, опыта, но я... А как актриса, может быть, вы участвовали в спектакле? Когда ты... Иногда ты чувствуешь, что, может быть, лучше не надо. Ну, какой-то... Или там что-то... Ну, когда не найдено, что ты чувствуешь, как... Я всегда это определяю, что у меня есть вот крыша и негде дальше идти, ну, как крыша над головой. И вот... И это, конечно, от материала и от постановки. Если ты крышу не чувствуешь, тогда ты можешь копаться еще что-то там повсюду, и туда, и туда. А такое, да, такое бывает, что все, ну... И тогда ты начинаешь только делать, делать тоже. Ну, так, можно так, можно. А ведь можно, наверное, не чувствовать крышу, продолжать как бы ходить по этой горизонтальной поверхности? Да, да. А, вы думаете... Не заметить. Одно дело не чувствовать, другое не заметить. Ну, да, как кто, может быть, кто-то не замечает. И что тогда происходит со спектаклем, как вам кажется? Ну, тогда... Я думаю, что обычно он... Ну, иногда... Мы же знаем, что иногда есть спектакль, когда мы смотрим какой-то спектакль, ну, мой боже мой, надо было уже давно снять. Ну, мы сами с собой уже знаем. Ну, поскольку зритель, ну, не всегда требовательен, и ему нравится, может быть, что-то такое. Скажите, а вы чувствуете некоторые принципиальные отличия, допустим, в работе других коллег, режиссер, который никогда не имел актерского прошлого и опыта, или вот, например, вы, которые были в разных ипостасях? Каковы эти отличия? Ну, наверное, я больше работаю с актером, наверное, такой. Ну, как... Ну, по крайней мере, всегда... Ну, это чувствуется, что мне важен актер, ну, это человек, или... И я это, ну, как бы... Как бы делаю остальное. Может быть, делать что-то другое. Тогда, я думаю, могли бы вернуться к постановке пьесы «Мамы» Аси Волошиной. Мы уже говорили немного о том, что, возможно, долгое время в нашем обществе господствовала идея о том, что нельзя говорить, лучше помолчать, спрятать и так далее, и что это в какой-то степени продолжает существовать в латвийском обществе. Перед тем, как мы вернемся к самой пьесе, скажите, как вам кажется, подобные, скажем, ну, обет молчания или требования молчания в латвийском обществе все еще существуют, о чем мы не говорим, как вам кажется? Есть какие-то темы, которые бы... Вот вам бы хотелось о них выкрикнуть со сцены? Да, ну, я об этом и говорю. Например? Ну, например, Волошина в этом спектакле. Почему? Конечно, ну, там есть и то, что мы делаем, ну, это как бы... Как вартербейба? Насилие. Насилие. Но насилие бывает и насилие физическое, но и эмоциональное насилие. Для меня... Знаете, какой эпизод больше всего казался жутким? Просто эпизод, когда отец этой маленькой девочки рассказывает, что все мужчины свиньи, что все хотят одного. И мне было... Первое, что я увидела, когда я прочла, что мне важна была эта маленькая девочка, которая сидела, и когда папа ей это говорил. Это жутко. Мы иногда не думаем, как, что мы, что мы делаем. Он разрушил ее... Он разрушил ее жизнь, жизнь, как жизнь женщины. И он убил веру. И таким образом получается, что физическое насилие в этой машине это уже как бы вторично. как бы вторично. Я думаю, что это уже как бы вторично. Поэтому именно так она могла о насилии говорить таким тоном. Но есть разница. и об этом тоже в нашем обществе не говорится. Мы не говорим, потому что как мы можем говорить, которые женщины скажут, что она изнасиловала. Боже мой, это же начнется... У нас настолько маленькое общество, что будут вообще на тебя пальцем тыкать. Хорошо. Тогда я задам, может быть, специально несколько упрощенный вопрос. Почему на нее тыкать пальцем? Почему указывают на нее? Она ведь жертва. Она достойна, скажем, сожаления, заботы, любви. Почему наше общество так себя ведет? Я не знаю, почему так стыдятся. Потому что я разговаривала с исследователями. Мы говорили как раз насчет эту тему. И они тоже говорят, что очень мало приходят и говорят, что меня изнасилуют. Хотя мы знаем. Но мы не можем ничего сделать, потому что у нас нет доказательств. Иными словами, нужно решиться заявить об этом публично. Я думаю, что одно из того, что у нас очень маленькое общество, нас мало. И поэтому, если кто-то, и все боятся, а насилие в семье, я очень рада, что сейчас начали об этом говорить. был цикл дискуссии. Я очень рада этому. Потому что это огромное. Это те цифры или те проценты, о которых говорили, это волосы дыром стоят. Потому что это очень, очень много. А сколько мы знаем? Потому что это тоже какой-то от советского времени, как было это, что грязное белье ты стираешь дома. Не на публике. Не на публике. Но кто-то, кто указывает пальцем или молчит, долго молчит поколениями, приходит к вам в зал и становится вашей аудиторией, вашими зрителями. Вы упомянули не очень лестный эпитет «Не всегда требовательная публика». Скажите, как вам кажется, вы чувствуете, как... Нет, ну я очень извиняюсь, если я кому-то оскорбила публика. Это я не права. Потому что мне всегда самой очень не нравится, когда говорят «О, они ничего не понимают, это высокое, ради бога». Я так, ну, не думал. Может быть, я по отношению того, что иногда публика не замечает, что актер не так хорошо играет. «Ну, это... Ну, они что-то... Я ради бог действительно... Я всегда сама...» Я вполне уверен, что ничего обидного не прозвучало, но я думаю, что вы согласитесь, что, по сути дела, в истории латвийского общества, да и вообще постсоветского пространства театр ведь действительно был каким-то образом пространством совести. Мы хорошо помним оттепель, мы хорошо помним игру между строк в период Брежневского... Брежневский период застоя, и мы прекрасно помним, насколько театр взорвался в период Горбачева. Новые темы, новые образы, стили и так далее. Просто, как вам кажется, не существует ли опасности того, что вы упомянули об узком маленьком пространстве, о людях, которые друг друга знают, об очень маленьком обществе, что мы становимся... Что нам станет душно? Вам станет душно, как художникам, нам, как зрителям, что мы побоимся куда-то прийти, нас с чем-то ассоциируют, свяжут и так далее. Может быть. Вы не ощущаете уменьшение дозы кислорода? Ну, что мне сказать вам? Что я это, ну, как бы... Вы имеете право ничего не сказать. не знаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, с точки зрения политического участия в нашем обществе, что должно поменяться, как вам кажется, чтобы общество было лучше? Я не знаю, как это сделать, но меня, по этому поводу меня было... Я была удивлена одному. Я не знаю, почему это, и у меня нет... Сразу можете не спрашивать, потому что я ответа не знаю. Я была на пресс-конференции в нашем театре. Мы открывали сезон в национальном, да. И там были журналисты. Потом я была в другом театре, это было в Ораторио, где тоже была пресс-конференция, ну, как бы, театр Чехова. И там были журналисты. Абсолютно другие. А, то есть, это не были те же самые лица, да? И я... Это было самое большое моё удивление. Мы живём не в одном пространстве. Да, об этом наш седьмой сезон Культ Просвета. Да, мы пытаемся найти общее пространство. А как вам кажется, почему это происходит? Не знаю. Я не знаю. Языковый момент? Я думаю, что, может быть, ну, может быть, языковый момент. Но сейчас же тоже стараются, ну, как бы, какие-то титры там, или... Я думаю, что, может быть, языковый. Я не знаю. Может быть, быть, моя дочка не знает, не владеет русским языком. Хотела бы? Она хотела бы, и она, и я очень... Ну, она очень высоко, очень хорошо владеет английским языком и немецким, но русским нет. И я жалею, что я не взяла няню русскую, чтобы она естественным образом. Потому что... Но я не могу сказать, почему. Я думаю, что поколение, которое... Ну, уходит поколение, которое знало русский язык, владело. Потому что сейчас молодые. Те, которые мало. И, ну, например, латыши очень много ходили в русский театр. Ну, Чехова. Это до сих пор происходит? Я вижу их. Латыши очень много приходят. Но не наоборот. Но не наоборот. Я не знаю, почему. Хорошо. Латышский язык, ведь это не только, ну, как бы фундамент идентичности латыша в латвийском обществе, но это еще и вопрос политики. Как вам кажется, может быть, может быть, были совершены ошибки именно в политике языка? То есть, я, например, не видел ни разу за эти десятилетия ни одной информационной кампании, чтобы язык стал, ну, воротами в какой-то новый, интересный, красивый мир. Например, просто прийти, посмотреть вашу сегодняшнюю примеру и понять в ней каждое слово, каждый нюанс. Или отправиться, допустим, посмотреть постановки Херманис. Или еще, 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 еще. Как вам кажется, может быть, если бы у вас была возможность придумать такую кампанию, давайте пофантазируем. Каков был бы основной текст или обращение? Почему нужно знать латышский язык? Почему язык не есть правительство с неудавшейся политикой, с странными какими-то там информационными кампаниями, со всеми ошибками? Почему русский язык не есть Путин, Москва или опыт оккупации? Ну, это так будет. Там надо тогда, как там, я не знаю. Что бы вы сказали тому русскому человеку, который все еще не решается войти в пространство латышеской культуры? 30 лет прошло, целое новое поколение выросло. Ну, целое, ну, вот именно, я думаю, что это вот, я думаю, в каком-то образе, ну, как, мы дети своих родителей. Ну, ничего не хотели. То, я думаю, что это как бы еще тянется. Я думаю, что сейчас, когда меняется, ну, когда в школе начинает больше это, я думаю, что, может быть, ну, как бы это будет меняться. Потому что, я думаю, что это очень важно, поскольку, вообще, мы живем в мире, когда искусственный интеллект сразу, очень быстро нас, может, вообще, владеть нам, ну, нашим пространством, и вообще, единственное, что он не сможет, это помочь нам, может, культура и спорт. Потому что, он может сотворить только из того, из существующего материала, делать подобие, или что, но пока нет возможности, ну, что-то, родить что-то новое, как и бежать, и делать там, олимпийский рекорд. Я думаю, что это важно и для человека, чтобы мы могли как-то жить, культура, это очень-очень важно. И у нас, если ты можешь, чем больше ты можешь увидеть, услышать, ну, это для тебя, чтобы ты жил, как человек, чтобы, ну, можно и ничего не делать, можно включить телеки, ну, просто и так можно жить. Я не упрекаю, я просто думаю, что этот мир настолько интересен вокруг, то, что, ну, мы же живем только один, одна жизнь, и это не репетиция, это наша жизнь. И в мире столько прекрасного, столько интересного, ну, мне всегда так жалко, что я так, так мало успею увидеть и услышать, но надо как-то, если это рядом, и у нас, притом, культурная жизнь очень хорошая, ну, сейчас Рига, Юрмала фестиваль, у нас привозят, привозят, вот здесь. Скажите, возвращаясь к маме, каков был ключ к образу этой девушки в вашей постановке? Что для вас стало в ее тексте, в ее длинном-длинном монологе, определяющим, как вы ее сами поняли? Тема насилия, да, эмоционального насилия отца, который уничтожил ее веру в любовь, это еще один момент. Что самое главное, я думаю, что это, во-первых, это диалог с самим собой и найти, простить матери. Да, потому что ее упрек о том, что она тратила свою жизнь на письма вместо того, чтобы побороться. Да, и через это как-то выйти, ну, простить ее, в этот день, когда она становится такого же возраста, как ее мать. И мне очень важно, потому что мне важно было идти к этому и найти это прощение, потому что спектакль, возможно, закончить абсолютно разным. Это интерпретации. Но поскольку я потом делилась с Асей, мы, я тоже в контакте с ней, и я рассказывала, ну, то, что, как я чувствую, и как мы, и как бы, наверное, она говорит, да, я тоже так, да. Так что, наверное, ну, мы же все-таки женщины. Скажите, а как вы относитесь к довольно негативной такой общей реакции и латвийского общества на феминизм? Его высмеивают, его считают несерьезным. Я должен сказать по моему опыту работы с, допустим, даже со студентками, когда я заговаривал на эти темы, я часто встречал как бы непонимание по принципу, о чем вы волнуетесь преподавать, и все так хорошо. Мужчина сильнее, важнее, и так далее, и так далее. А как вам кажется, почему это у нас происходит, и как вы относитесь к этому? Ну, у каждой палки два конца. Да. Я думаю, с одной стороны, я действительно, это очень хорошо, что эта тема есть, потому что так, ну, мы знаем, что меньше получали, считали, что женщины это не могут, до сих пор меньше получают по статистике. до сих пор это. И есть, ну, что, то, что, если это делает мужчина, это уже будет луч, уже будет, это как бы бир мужчин. но, но с другой стороны, когда, конечно, когда начинается это все, что начинает искать с 30-летней давности, все, что происходит, что сейчас ты уже не боишься, подойдешь к студенту, обнимешь его, потому что ты показываешь актерское мастерство, какой-то фрагмент, потом тебе скажут, ну, а надо одному только что-то написать, хотя это воронье, что клеймо будет на всю оставшуюся жизнь. это некоторая диктатура получается, да? Я думаю, что да, иногда вот как-то так, оно не... Не сбалансировано. Как-то еще не сбалансировано. Наверное, поэтому. Вы попробовали себя и в роли оперного режиссера, насколько я понимаю, Манон Леско. Скажите, пожалуйста. Нет, там 4. 4. Роза Турайда еще, что еще было? Даука. Да? Да, и первая Вилка Чмамбла. А, да. Скажите, пожалуйста, как вы работаете с, допустим, с партитурами, ну, хорошо, это, допустим, тот же самый Пучини, с партитурами, которые и с либретто в основном, конечно, которые отдалены от вас там на 100, 120, 150 лет, допустим, будь это Верди или там 18-е столетие. Как вы находите путь к эпохе, к автору? Я с партитурой не работаю, я не знаю, как и на русском, Клава Ерезвилку. Клавир Аустук, на самом деле, вот это ненецкое взялое. Потому что нам не надо знать, ну, как всё-таки это... Фактуру как бы, да. Да, где у нас сколько тактов, там ничего, сколько музыка, сколько... Что я как режиссёр могу сделать. Но я живу в это время, и мне понятия нет, как жили в 18-м веке, в 17-м. Я могу говорить только то, что я чувствую, я как понимаю, живя здесь, в это время. И поэтому мне не важно, будет у него такое пальто, такое это. Мне важно, что... Мне кажется, что... Мне важно говорить о нас через это. О нашем... О нашем времени через прошлое время. То есть это довольно, как бы так, функциональное отношение к истории, к сюжету, и к либретту. А нельзя, допустим, покритиковать вас за то, что вы, может быть, не слышите автора? Или, может быть, вы накладываете на него свою печать? Я не знаю, но, наверное, кто-то, если так... А как бы вы ответили, если бы узнали о такой критике? Как бы вы аргументировали? Что я не слышу автора, а почему? Что вы не слышите автора, потому что... Хорошо, вы упомянули, что вы через сюжет говорите о сегодняшних нас. Тогда можно задать такой очень ядовитый вопрос, а где тогда, собственно говоря, эпоха, автор, мотивации героев того периода, знаете, там какие-то социальные идентичные... Но это же всё в музыке есть. Это же музыка. Да, но это музыка на сцене. Но это же музыка так... Это музыка же текст. Да, но это всегда... То же самое, что текст актёра. Да, но это музыкальный театр всё-таки. Да это музыкальный, но театр. То есть это драма. Нет, музыка всегда... Музыка, ритм музыки. То есть в том знаменитом споре, что сначала слова или музыка, для вас сначала музыка. Конечно. Просто это было знаменитое спор 18-го столетия, в котором авторы разделились. Да, абсолютно. Понятно. Потому что анализ музыки, сложивание, это всегда как анализ текста в театре. Абсолютно. И может быть, мы постепенно, приближаясь к окончанию нашей беседы, могли бы коротко упомянуть, мы не будем говорить об этом детально, потому что премьеры еще не было, но, скажем, заглавие пьесы, которая сегодня будет открыта в вашей работе, это предательство. Вы уже упомянули о молчании, о прощении. Предательство. Как бы мы ни хотели, чтобы оно исчезло, оно всегда будет. И нас может предать близкий человек. Он может испугаться, это может быть приступ страха и так далее, и мы останемся одни. Скажите, что нужно для прощения, можно ли предательство простить? Часто говорят, вот это можно, это можно, а вот предательства нет. Я, скажем, в общих чертах знаю сюжет, пьесы, но это скорее, может быть, даже философский комментарий, если возможно, с вашей стороны. Предательство, как с ним справиться? Ну, труднее всему предательство самого себя, потому что предавая кого-то, ты предаешь предательство себя. То есть это всегда о себе? Это всегда. Это с этим надо жить. И одно предательство тянет за собой другого, этого близкого, детей, принципов, взгляд на жизнь. но в конечном итоге ты предаешь самому себя. Что ж, я думаю, на этом мы могли бы закончить, на этой философской печальной ноте, но в то же время это всегда, скажем, возможность для размышлений о роли театра, собственно говоря, в нашей политической жизни, в социальной, но и в философском плане. Большое спасибо за сегодняшнюю дискуссию, я получил истинное удовольствие. Удачи вам и успеха сегодня. Вообще, по приметам, можно желать успеха перед премьерой? Да, можно. Хорошо, в таком случае пусть это будет так, как вы хотели. Спасибо большое. Спасибо вам. Инара Слуцкая, актриса, режиссер, обладательница множества театральных премий, сегодня была у нас в гостях, и мы говорили на тему памяти, травмы, прощения, молчания, насилия и целого ряда других вопросов, связанных и с отображением этих тем в театре. Евгений Копеин был сегодня за пультом, обеспечивал нашу дискуссию. Большое спасибо и до свидания. До свидания. Вы слушаете радио Болтком.